Долгожданным праздником стало открытие после капитального ремонта Леневской детской школы искусств для педагогов, детей и их родителей. Не скрывали свою радость и гости праздника – районные власти и региональный министр культуры. Модернизировать школу удалось благодаря нацпроекту «Культура». Еще последнюю минуту, пожалуйста. Ля-мажор. В обновленном здании, кажется, даже инструменты звучат сочнее. К тому же теперь есть звукоизоляция. Духовики больше не мешают скрипачам, а народники – пианистам. Удобно и детям, и преподавателям. Здание хоть и прежнее, а выглядит по-другому. С этого года такой большой, просторный, светлый кабинет. До этого у нас был маленький. И когда мы собирались ансамблем, нам, конечно, не хватало места. Старенькая такая, давно уже не было ремонта. Сейчас она очень красивая, такой современный ремонт. Выглядит, ну, все гармонично, ничего не отвлекает. Вот, стены очень красивые, цвета спокойные. Настроение придает хороший оптимизм. С комфортом разместилась и библиотека. Десятин из самых больших книжных фондов в области среди районных школ искусств. Учебная музыкальная литература, нотная грамота, многое бережно сохранено с советских времен. Я не скажу, что были плохие условия, но сейчас, конечно, сравнивать нельзя. Гораздо лучше, уютнее, все свежее, новое, более эргономично стало. Ну, в общем, конечно, изменения налицо. Нам нравится. Долгое кочевание по льнявским еще образовательным школам позади. Занимались гостеприимных, но все же не в родных стенах. Впрочем, и от этого вышла польза. Количество учеников в этом сезоне добавилось. Если в прошлом году у нас было 340, и мы добирали счеты, в этом году 352, то есть мы не потеряли, но мы на самом деле такую прям хорошую агитацию проводили. За счет того, что мы располагались в образовательных учреждениях, очень многие дети, в том числе и преподаватели, и родители, они как-то видели, чем мы увлечены, что мы даем, да, и что мы несем. Льнявская школа искусств на хорошем счету в области. Семь выпускников вернулись работать преподавателями. Более 80 продолжили трудиться в сфере культуры и искусства. Школа ведет обучение по 15 образовательным программам, а в этом сезоне сумел открыть новое отделение – театр моды. Это и кузница кадров, это и коллектив, требующий к себе уважения и почтения. Я считаю, что все сделано районом, самой школой, чтобы детям стало лучше и комфортнее. Конечно, ремонт шел непросто. Вскрываясь незапланированные объемы работы, требовались дополнительные средства. Районные власти не только контролировали, но и очень помогали финансами. Пришлось добавлять средства, потому что тех первоначально, которые были запланированы, их немножко не хватало. По объективным причинам, потому что здание, оно не типовое именно под школу, а оно приспособленное. Тем не менее, все получилось, слава богу, и получилось, на мой взгляд, очень приятно и очень качественно. Даже чувствуете, тона подобраны такие, что здесь приятно находиться. Цветовую палитру выбирали сами преподаватели. Праздничный концерт педагогов и учеников – это знак большой благодарности. Сегодня есть повод вспомнить историю учреждения «Заслуженные награды лучших выпускников». А еще самое время вручить свидетельство стипендиатов губернатора области талантливым воспитанникам Ольге Бондаренко и Велине Макаровой. Впереди еще много открытий и творческих удач.